Получать права, оформлять страховку и проходить техосмотры должны будут мопедисты. Также станет обязательная регистрация транспорта. Можельсмены приняли во втором чтении закон, который приравняет владельцев мопедов к автовладельцам. Что об этом думают сами любители двухколесного транспорта, расскажет Даля Насипова. Студент Дурлан Таубай ездит на мопеде два года. В свободное от учебы время подрабатывает курьером. К новости о том, что теперь нужны будут права и госномер, относится положительно. Говорит, что автомобилисты не всегда воспринимают мопеды всерьез. А теперь он станет полноправным участником дорожного движения. Сами мопеды не будут много нарушать. Так как на мопедах нет номеров, так сказать, в беззаконе для мопедистов, безнаказанность. Из-за этого они часто нарушают, подрезают или сплошные пересекают. С тем, что новые правила наведут порядок на дорогах, согласен и предприниматель Илья Литвинцев, который сдаёт мопеды в аренду. Он надеется, что механизм оформления как нового, так и уже приобретённого транспорта не будет сложным. С одной стороны, мопеды тем и отличаются от машин, что были свободные от бюрократии. Надеюсь, что для этого транспорта будет упрощённый вариант оформления документов. Сделать такие поправки пойдут на уступки тем людям, которые уже купили эти мопеды или приобрели уже. Будем надеяться на это тоже. Что не оставят и предпринимателей, и тех людей, которые уже купили. Получить права категории А1 можно будет с 16 лет. Вместе с ответственностью для мопедистов на дорогах вырастут и штрафы, говорит депутат Мужлиса Екатерина Смышляева. Сказать точно, сколько единиц двухколёсного транспорта ездят по дорогам страны, пока невозможно. Количество мопедов мы посчитать, к сожалению, не можем. Мы их не регистрировали. Но по предварительным оценкам, там порядка, условно говоря, 50 тысяч таких транспортных средств, они по территории страны уже ездят. Особенно это касается мегаполисов. После того, как закон вступит в силу, владельцы мопедов будут обязаны их регистрировать, проходить ежегодные техосмотры и оформлять страховку. Требования начнут действовать не раньше следующего года. Поэтому этим летом можно ещё поездить по старым правилам. Даля Насипова, Данья Румарда, Станте, Мербекулы, Телеканал Алматы, Астана.